Всё спрятала? Всё спрятала! Стол какой красивый, смотрите! Всё переложилось. Сейчас покажу. У нас с вами будет обзор продуктов, которые я сегодня купила в Перекрёстке всего лишь на 650 рублей. Ну, это с мелочи. Округлила, вернее. Было 647. Да блин, что ж такое? 650 рублей. Представляете? По сути, сейчас в наше время ничего не купишь. Но я купила. Так. Купила такую мексиканскую смесь. Когда-то очень давно мы с родителями всегда её покупали. Добавляли её в рис. И что-то мне на неделю захотелось. Сегодня я увидела. Вау, продаётся. Около 70-80 рублей она, наверное, стоила. Вот. 4 сезона. Кстати, тогда мы тоже, по-моему, покупали 4 сезона. И купила овощное рагу. Здесь я хочу, скорее всего, не знаю, посмотрим. Может быть, добавить в суп. Может быть, нет. Посмотрим, что там содержится. Может быть, я увидела самое первое. Это баклажанчик. Перчик, морковка. И, по-моему, кабачок. Ну, не знаю. Посмотрим. Там, наверное... А, вот написано то, что есть в составе. И... Так, чё? А, не размораживаю. Я думала, рецепт там. Возможно, что она попадёт во влог. Ну, наверное, скорее всего, да. Потому что мы с вами её посмотрим. Что же там, на самом деле, находится внутри. Отдельный обзор сделать, наверное, скорее всего, я не буду. Ну, не знаю, короче, посмотрю. Может быть, и буду. Вот. Ну, и, конечно же, я купила фрукты. Нет, не овощи. Фрукты. Чуть-чуть повыше поднимем. Вот так. Вот. Бананы купила. Зелёные. Зелёные они лежат гораздо подольше. Не знаю. Нет, они мне не нравятся. Во время беременности я покупала всегда зелёные бананы. Мне очень они нравились. Зелёное яблоко такое, зелёное прям. Зелёный банан прям вообще. Это было как раз начало лета. Не знаю, где там. Сейчас они, мне кажется, такие противники. Как я их ел вообще. Ужас какой-то. Так. Купила молоко. Постояла там, посчитала. Вышла. Выходит вот именно вот так вот. Гораздо дешевле, чем покупать маленькие. Но маленькие удобно. Открыла, ребёнка выпила. То есть, и всё. А тут открываешь, что уже нужно за два дня. Ну, за три даже. Он вообще пять суток стоит. Но, наверное, три дня, мне кажется, это будет перебор. А вот за два дня это уже надо выпить. Всё-таки не должно молоко. Это такое дело. Оно не должно стоять долго. Вот. Купила такой себе йогурт. Вишня. Из натурального молока. Но стоила всего 34 рубля. Не знаю, что-то мне захотелось. Меня очень сильно тянет на грейпфрукт. Не знаю. Я увидела вишню, мне захотелось с вишенкой. Не знаю. Попробуем. Конечно же, красный лук. Димочка у меня очень сильно обожает лук. Он его ест из каши. Он просто так его жуёт, без ничего, не закусывая. Кто-то мне говорил, что он, значит, будет любить острое. Надеюсь, что нет. Я не хочу ребёнка приезжать к острому. Ребёнок должен чувствовать всё-таки вкус еды. Так же мы купили с вами, вернее, я купила киви. Такое киви мы уже в коробочках покупали. Они были жестковаты и довольно долго лежат. Киви я даю каждый день ребёночку, чтобы он получал разные витамины. Ах ты! Сейчас мы с вами проверим его. Может, мне только одна досталась коробка такая. Честно говоря, очень удобно покупать именно в таких вот коробках. По крайней мере, киви несёшь и знаешь, что оно нигде там не придавится. Они жёсткие. Значит, полежат долго. Как раз у нас та коробка ещё не закончилась. И я уже купила новая. Она стоила 119 рублей. А прошлая коробочка была по акции, стоила 100 рублей. В принципе, если бы я знала, что они зелёные, я бы купила побольше. Ну, мы же такие русские люди, да? Нам надо закупаться. Закупаться! Так, купила мандарины. Не было моих любимых. Были вот жёсткие мандарины. Но у меня сыночек любит, как бы ему делаю такое каждый день овощи. Ну, какие-то, господи, овощи, а? Фрукты. Даю фрукты. То есть, допустим, у нас на завтрак может быть киви, на ужин банан, на обед, допустим, мандарин. Просто там груши, хурма, яблоко ещё. То есть, обязательно, обязательно даём. Вот, он обязательно кушает. То есть, не как у многих блогеров дети просто покушали кашку, посмотришь вот, и побежал играть. И всё. Нет, у нас не так. Так, купила ещё вот такие вот два сырка. Они были по 8 рублей. Они пойдут у нас с вами, скорее всего, на болтушку. Следующие выходные или там посмотрим, когда. Будет у нас с вами болтушка. Посидушки, болтушки, букмак. Вот, будем с вами кушать, как всегда, что-то пробовать. И решила взять их. И меня удивило больше, что вот тут вот нарисовано, да, то, что здесь вот две начинки, именно вот так. Я решила взять два. Вдруг один какой-нибудь, скажется, примятый, чтобы сразу оба проверить. Вот, ну и 8 рублей. Конечно, за 8 рублей здесь, да, 100% будет всякие много едобалок всяких. Принесетается довольно много. Ну, один раз с вами попробуем. Поэтому ждите моих болтушек. Что-нибудь я ещё придумала наверняка. И, конечно, купила вот такую вот ряженку. Её беру я первый раз. Термостат на 170 грамм. Где-то 34 рубля она стоила. В такой вот упаковочке. Кстати, в перекрёстке появилось очень-очень много вот таких вот всяких вот вкусняшек. Простокваша. Блин, вы знаете, простокваша, я даже не знаю, что это такое. Но я знаю, что она невкусная. Скорее всего, не знаю. Мне почему-то, когда слышу слово простокваша, мне вспоминается какая-то бело-жёлтая гадость. Не знаю, почему у меня так. Вот, очень много всего интересного. И я подумала, наверное, я в будущем попытаюсь заснять там. Там можно снимать. Я много раз уже снимала в перекрёстке. Хочу заснять новинки перекрёстка. Что там продают, какие новинки. Потому что там их так много. Блин, это вообще. Я просто до этого раньше обходила их. Ну, молочка мне никогда не нужна. Как бы я без неё живу. Естественно, я её обходила. Но там столько появилось. Блин, это вообще. Перекрёсток рулит. Вот. Пожалуйста. Вот. Набор продуктов. Вот это всё. Это всё вышло у меня в 650 рублей. Представляете? То есть, вот они, ребёнка, все фрукты, да? Ну, банан. То есть, ну, банан довольно много здесь. Сколько там? Кило 256. Представляете? Кило 200. Ну, здесь вот, наверное, грамм 400, что ли? Ой, 400. Ну, да. Не помню. Ладно. Фиг с ним. Вот. Там тоже. То есть, это, ну, хотя это на неделю, наверное. Банан у нас чуть-чуть есть. Ну, ладно. Допустим, если нет бананов, на неделю как раз. Вот этого всего хватит. Лучок, да? Молочко. Там суп сварить. Это, ну, мяса не хватает, да? Мяса я не брала, потому что у меня в морозилке, ой, не в морозилке, а в холодильнике лежит курица. Поэтому я брать не стала мясо. Мясо, кстати, курица у нас в перекрёстке подорожала. Она стала стоить 120 рублей, а стоила она где-то 118 до Нового года, 108, по-моему, как-то так. 90 с чем-то, я ещё помню, ещё до Нового года. Короче, вот так вот. Такие вот у нас набор продуктов. Там, кстати, стоит подарок мой. Он был в болтушке. Посмотрите болтушку, я её там распаковываю, этот подарок. И будет у нас отдельный обзор на него. Вот там вы увидите вообще что-то такое, как этим пользоваться. И что им отпаривать. Вот. Тут у меня ещё осталось букет цветов. Обожаю его. Такой классный. Вот. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Лайки, 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 лайки. Пишите комментарии обязательно. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.